Это большой выпуск о моей любимой стране, Южной Африке. Мы начнем с каньонов, горных рек и сосновых лесов провинции Мпума, Ланга и Лимпопо. Затем мы проведем несколько дней в парке Крюгер и частных заповедниках вокруг него. Встретим рассвет на втором в мире по высоте водопаде Тугелла Фоллс. Пройдем по четырехдневному маршруту по горам Дракензберг, петляя между Южной Африкой и Лесотто. После чего для реабилитации проведем три дня в Кейптауне, покажем наши любимые места в этом самом красивом и фотогеничном городе на Земле. Будет четыре серии, по возможности буду давать координаты и ориентиры, чтобы можно было использовать как путеводитель. Поехали! Дракензберг Дракензберг Требует более-менее серьезного хайкинга и не у всех туристов такая дальняя поездка в Южную Африку ассоциируется с необходимостью взять палатку или другое хайкинговое оборудование. Дракензберг Все тропинки и пещеры вылинают их картах. Мы будем стартовать из провинции Фри Стейт от нашего отеля Витцешуэк Монтан Ресорт. На отельном трансфере мы доедем до Сентинелл Карп Парк и там всего лишь 500 метров нам нужно будет добрать высоту, чтобы оказаться в Тугелла Фоллс. На следующий день из Тугелла Фоллс по территории Лисотто мы дойдем до места Мудини Эбби. На третий день по краю хребта мы пойдем в сторону Рокерис Пасс и там же заночуем нашу третью ночь. И в последний день по Рокерис Пасс мы спустимся вниз до ближайшего места, куда сможет доехать машина трансфера, которая нас заберет и вернет обратно в провинцию Фри Стейт, где мы оставили свою машину. Дорога из парка Крюгер в Дракензберг заняла у нас порядка 8 часов. Здесь гугл показывает совершенно все верно. Дорога отличная, скоростная и в основном идет по полям пшеницы и пастбища. И вот спустя 8 часов мы почти подъехали к нашему отелю. Нам осталось проехать большой, достаточно стрёмный на вид городишко с невыговариваемым названием. Но, кстати, общее правило в Южной Африке, если вы не заезжаете в жилые кварталы, а просто едете по дороге, которую вам построил гугл, то даже стрёмные городки на самом деле вполне безопасны. У этого отеля уникальное расположение. Это единственный отель, который находится рядом с Сентенелл Кар Парк, то есть с местом начала хайкинга на Тугелла Фоллс. За счет этого отель может позволить себе немножко плевать на уровень сервиса, но на самом деле спальный комфорт совершенно прекрасный. Такие вот круглые домики здесь с несколькими номерами. Вот такой довольно компактный номер, но здесь есть розетки, обычные европейские, есть чайник. И вот такая душевая кабинка. Ну и на следующий день наш хайкинг начинается с короткого трансфера до Сентенелл Кар Парк, последнего места, куда может доехать машина. Сама дорога ужасная грунтовка, но последние несколько сот метров выложены плиткой. Отсюда путь на плато наиболее простой. Можно зайти буквально за 2 часа с относительно небольшими затратами. Поэтому сейчас мы здесь что-то решаем и идем. Тропинка очень хорошая. Даже и тропинкой сложно назвать. Она вымощена часто плиткой, либо очень хорошего качества. Место очень популярное. Многие люди совершают однодневные хайки до водопадов. И спустя буквально час ходьбы можно свернуть на смотровую площадку, где открывается вид на так называемый амфитеатр. Это вот уже классический вид Дракенсберга. Вот мы как раз идем с группой местных туристов, которые тут одним днем на водопаду. С нами бывают такие не очень комфортные места, где мокрый склон, не за что выхватиться и вниз падать. Очень далеко. Сейчас на четыренька перелезали. Лето только наступает. Сухой сезон был совсем недавно, поэтому много еще сухой желтой травы. Так выглядит первая часть маршрута. Виден паркинг. И вот вьется дорожка. На самом деле первая часть самая сложная. И здесь в конце уже угол намного меньше. Вот во впадине ущелья очень красивая смотровая площадка. Дальше. Мы почти подошли к цепям или к лестницам. Видно, что дорога идет чуть еще выше. Дальше. Вот тут люди. И вот там по склону нужно будет подниматься. Метров 20 ползешь совершенно вертикально. Потом она выходит более пологая. Если вы боитесь высоты, вам, наверное, может быть не очень комфортно. Но в целом совершенно безопасный этап. И сразу после того, как вы поднимаетесь по лестницам, первый водопад, он какой-то безымянный. Его нет ни на каких картах. И здесь мы первый раз расчехлили наши стулья. Так как мы позволили себе взять портера, мы можем таскать такой вот нетипичный груз. Пейзажи наверху. Такие классические альпийские луга. Очень плоско. Если сравнить с тем, что буквально здесь вот в 50 метрах просто царство обрывов, утесов и скал. Вот так выглядит начало второго по высоте водопада в мире. Первым делом, как только мы пришли на стоянку, мы поставили палатку, достали наши стулья и пошли отмечать наш первый успешный день. Ставить палатку первым делом, как только вы куда-то приходите, это самая полезная привычка. Потому что дождь в горах может пойти очень быстро и неожиданно. Если есть палатка, значит ни вы, ни вещи не намокнете. Кстати говоря, это был наш единственный дождь за 4 дня. Мы считаем себя большими счастливчиками. Пошел дождь, догнал нас в палатку. Мы уже допили бутылку вина и принесли нам горячий чай. И у нас есть печеньки. То есть у нас вообще есть... Да-да-да, то есть у нас вообще есть все удовольствия в этой жизни. Еще удивительное наблюдение уровня юных натуралистов. Только что был достаточно большой дождь. Но это видно даже. Но трава сухая. Мы идем по траве. У меня сухие боцы. Хотя мы идем вот как-то вот так вот. И они абсолютно сухи. Какая-то гидрофобная трава. Вот такой вот второй водопад по высоте в мире. Интересно, что все знают первый водопад Анхель в Венесуэле. Но этот водопад ниже всего лишь... Я думаю, что меньше, чем на 50 метров. То есть он на самом деле практически такой же. Но его никто не знает. При том, что он находится в таком красивом месте, рядом амфитеатр. И добираться сюда на порядок проще, чем до водопад Анхель. 5.05 утра. Дико холодно. Я жалею, что не взял свою гоналышу. И солнце вылезает. Но сейчас есть уверенность, что потеплеет очень быстро. Потому что небо чистое. Значит, что солнце сделает себе дело. Рассвет оказался вполне ничего. Лучше, чем я думал. Я посмотрел, решил, что Тугелла Фоллс скорее место полудня. То есть вот такой красивый свет сверху. Самый подходящий для Тугелла Фоллс. Но оказалось, что, в общем, рассвет тоже можно интересно снять. Вот здесь хорошо видна площадка над водопадом. Где как раз все кемпятся. Очень удобная площадка. Потому что рядом источник воды. Многие там купаются. Даже несмотря на то, что прохладно. Ну и вот чем выше солнце, тем больше зеленого света появляется. Давайте попробуем полетать на дроне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И в это утро у моей беззеркальной камеры поломался такой рудиментарный девайс, как затвор. Поэтому дальше все фотографии и видео были сделаны только айфоном и гоупро. Было, конечно, жалко, потому что места требовали серьезной камеры. Плюс теперь три дня мне нужно было просто тащить камеру с двумя линзами. Ни для чего. Ну и уже последний взгляд на водопад Тугелла. Время, наверное, около 8 часов утра. И мы выдвигаемся в наш самый длинный переход до следующего места ночевки. Наш самый длинный переход сегодня. В основном по плато. У нас не будет больших подъемов. Или больших спусков. Но будут небольшие. Здесь мы идем без тропы. В принципе, маршрут есть на Maps.me. Но какой-то протоптанной толпинки нет. Места совершенно глухие. Идем уже, наверное, часа два. Не встретили никого. Мои ноги слегка, слегка в говне. Ну, в смысле, в грязи. Но в целом нормально. Сделали короткий привал. У реки я даже вымыл свои ноги. Можно было искупаться даже, в принципе. Но что-то ветер все-таки прохладный. Ну, а для обеда мы выбрали такой кулуар с красивым видом. Вообще, этот день крайне скудный на хорошие виды. Потому что мы идем, в основном, по плато. Очень далеко от любых обрывов. Уже, наверное, шестой час. Никаких троп. Часто по каким-то каменоломням. Седьмой час. Седьмой час. Нормально. Седьмой час идем. Сложно. Сложно. Но мы сделаем. Это наш последний подъем. Но еще, наверное, метров сто в высоту. И метров четыреста пройти. И я не могу даже сказать, откуда мы пришли. Мы пришли реально издалека. Это очень сложно оценить, когда только выходишь. Или смотришь на карту. Тебе кажется, что это вообще за углом. Вот такой вот крюк обойти. И ты на месте. Ни хрена. Это был долгий подъем. Идем восьмой час. Сойдя с этого перевала, мы спускаемся вниз. И слева этот большой овраг. Это и есть место нашей сегодняшней ночевки. Это вообще не легко. Правда, жизнь. Друзья, это была очень долгая дорога. Изнуряющая. Но это, конечно, невероятное место. Мы уже притащили свои чудо-стулья. Давайте посмотрим, что же там ниже. Вот. И если забраться на эту скульптуру Инка, надеюсь, у меня получится. Я уже в шлепанцах. То Здесь открывается самый классный вид. Больше километра вниз. Место совершенно удаленное и глухое. Наш гид сказал, что ни разу не было такого, чтобы с людьми, которых вел он, в этом месте пересекался бы кто-то еще. Единственный звук, который здесь можно услышать, это звуки птиц с очень громким эхо. Так как у нас с Натальей лакшери-тревел, мы разорились на целого гида и портера, то на всех местах мы довольны. Сидим вот с такими стульчиками приятными и пьем вино. Но это уже наша дубайская покупка. Это прекрасные... Давай еще разочек, чтобы звук был. Такие прекрасные бокалы. Объемно на миллилитров 800. То есть прям очень хорошо. Выгляд прекрасно. И в общем, любое вино можно покупать и пить в самых далеких местах нашей галактики. Что мы, собственно, сейчас и делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Выбравшись из палатки на следующее утро в 5 часов, мы поняли, что нам выпал настоящий джекпот. Увидеть Дракенсберг с облаками внизу, да еще и на рассвете мечтает любой фотограф и любой турист. Все видео снято на iPhone. И здесь очень хорошо видно, насколько шумная у iPhone широкая камера. Сейчас мы переключаемся с широкой камерой на обычную и шумы резко уходят. Чем ближе, конечно, показывается солнце, тем все более волшебные становились краски. Вот солнце вылезло в этот маленький просвет между облаками и все скалы осветились таким классным желтым цветом. В общем, самый крутой рассвет был, самый крутой свет был буквально в течение, может быть, пяти минут, и мы этот момент поймали. Особенно это хорошо видно на таймлапсе, насколько короткий был момент вот этого шикарного, теплого, лампового цвета. Пару слов о палатке, которую мы взяли. Это ее первое боевое крещение. Плюс, самое главное, этой палатки, за что мы ее покупали, она весит килограмм. То есть, это прям совсем-совсем мало. Тарп тент. Икон сериас. Вот так вот открывается. И там, собственно, еще одна предбанник получается. И там уже сетка антикомаринная. То есть, получается, совершенно ничего лишнего, но первая реакция нашего гида была, когда он увидел эту палатку и помогал нам ее ставить. Он говорит, слушайте, наверное, что-то забыли. Что-то мало деталей. То есть, палатка действительно удивительно простая. Очень классные колышки такие, круглые, неубиваемые, безумно легкие. То есть, все про то, что было легко. Ну, и прекрасные стулья. Это мы купили за 10 долларов. Каждый не очень удобный, но легкий. И, в принципе, вот если хочется именно повтыкать с утра вот на такой рассвет с облаками внизу, то это, конечно, вполне нормальный выбор, потому что необходимость в походе все время сидеть на карачках, как-то это некрасиво. Идем, значит, вот там наши ребята, которые нас поддерживают здесь. Мы взяли одного портера и одного гида. Гид стоит, наверное, порядка 100 долларов в день. И портер стоит быстрее замену, что идет. У меня тоже большой рюкзак. Я тащу камеру, объектив. Камера, спасибо Sony, которая сломалась вчера во время обычной серийной съемки. И... Ну, то есть, я тащу всякие пауэрбанки и одежду на такое на первое время. То есть, если вдруг пойдет дождь, то это одежда у меня. Ну, а пока готовился завтрак и сохла наша палатка от утренней росы, я решил прогуляться по правой стороне нашего ущелья или кулуара, посмотреть, какие виды открываются оттуда. Вот я дошел до правого крыла ущелья. Уже не видно за холмом место, где у нас палатки. И... Здесь, конечно, херически круто. Мне даже... Я, конечно, каждый раз все больше и больше жалею, что сломалась моя камера. Я ничего не могу с ним сделать. Но... Если вы это видите, вы понимаете, что... когда ты несешь с собой огромную камеру и линзы, они должны быть здесь. Палатки собраны. Начинается наш третий день. Он обещает быть самым простым. мы будем идти рядом с обрывом. По идее, будет интересно. Мы так что забрались на небольшой пригорок. Вот такой. Мы скушли из той долины в эту. И здесь уже видно вот там вот далеко. Это... Алмаз. Добыча алмазов. Как ты сейчас чувствуешь? Так-сяк. Так-сяк. Но это лучше, чем вчера. Мы остановились на том ущелье. И здесь невероятная панорама. Ата-лайке. на этих видео кажется что это какая-то застывшая картинка это больше похоже на фотографию но если посмотреть на таймлапс то видно какая здесь на самом деле движуха из облаков очередное пришествие со стороны лесорто подошли к очень хорошим ущелье с хорошим видом но как мы видим из этого ущелья просто пар коромыслом пока мы ничего не видим спускаемся ниже к реке будем и переходить но такая погода тоже бывает в дракенберге ничего с этим не поделать пришли на место с очень крутым видом но пока вид пока вид так себе идем обедать наверх попробуем поставить таймлапс таймлапс показал как нас заволокло пеленой но через какое-то время потом пелена ушла не полностью но но достаточно чтобы увидеть долину реки манвели внизу и слева большие столбы виветривания манвели pinnacles сейчас мы идем туда поближе чтобы их посмотреть вот здесь хорошо видно эту речку она больше чем на километр ниже нас по ней можно спуститься вниз но спуск занимает два дня то есть нужно делать одну ночевку и вот эти столбы виветривания надо понимать что каждый столб несколько сот метров они огромные дракенберг конечно совершенно неисхоженное место смотришь на этот ландшафт и понимаешь что здесь такое количество точек с самыми разными видами для заката рассвета там просто красивой фотографии люди просто не доходят сюда потому что часто у тебя маршрут ты идешь ты устал тебе нужно дойти до точки привала и ты не можешь себе позволить пройти лишние полчаса в бок немножко забравшись просто посмотреть какой вид оттуда и это делает дракенсберг уникальным местом на земле это одно из самых неизведанных при этом ну относительно легкодоступных мест я так понимаю что вот туда где ущелье начинается там должна быть река да мы идем ночевать наша последняя ночевка на бескрайнем поле тут же пасутся лошади с жеребенком здесь река и дам в облаках можно будет увидеть горы пять утра прекрасный рассвет сегодня мы спустимся в цивилизацию это была самая крутая ночь потому что наши навыки выбирать место для палатки достигли своего апогея наконец-то все было на высшем уровне последние несколько сот метров по территории лесота и мы уже подходим к рокере спас место где мы будем спускаться так выглядит наш перевал сегодня и мы по нему должны спуститься наверно километра полтора полтора километра до ближайшей дороги где нас подберет водитель здесь в принципе есть пока все идет по плану наши гиды балуются цехом очень классный перевал красивейшие с колонией это больших орлов или кондоров я не знаю сми живут сегодня пасмурный день мы пока ну показали уже можно сказать что мы были очень удачливы и мы ни разу не попали в дождь в день когда нам еще предстоит ночевать да потому что она это просто попадаешь дочь и приходишь мокрый уже конец хайкинга это одно дело другое дело когда ты попадаешь в дождь и приходишь где нужно оставить под дождем палатку и там как-то пытаться все это делать это совсем другое дело пока все идет очень круто так как в дракенсберге весна и вообще в южной африке сейчас весна сезон цветов мы спустились ниже здесь начались с чумовые заросли пахнут медом волшебно в принципе становится теплее строение лучше местами эти чуть сложнее нужно проходить камнепады но в целом вот я вижу уже что мы почти вышли к руслу реки должно быть здесь конечно поражает это мрачная черная стена которым этого висит высоты плато 3 100 вот сейчас уже на 2 500 и вот только здесь вот тут их еще она вот вот это на сам первый появляется уже что-то напоминающие маленькие деревья или кусты и что радует начинает просвечиваться солнце возможно мы сейчас уже на спуске посмотрим очень красивые цвета и и и и самом деле путь домой оказался труднее чем мы думали нужно достаточно далеко отошли от гор и основной маршрут идет через по берегу реки ты напитаешь вверх вниз здесь прикольно еще ручьи промывают вот такие вот дырки то есть потенциально может туда бухнуться вот эта красота после трех ночей вот там жутко медленного и изнуряющего спуска вот это прямо то что так еще последние усилия после речки буквально 10 минут и вот мы вышли к первое место куда можно проехать машина где нас ждет трансфер и возврат цивилизацию на самом деле река река очень сильно освежает пока ты заново не наденешь свои ботинки шляпу у тебя ощущение что вообще уже как огурчик мы пришли к нашей машине знаю правда бегут маленькие дети но дать им нечего абсолютно ничего потому что наталья человек который съедает абсолютно все и приятный сюрприз в нашем автомобиле трансфера бум друзья мы это сделали это было реально не просто не просто но я но возможно мы дальше мы едем обратно дорога долго идет грунтовая связи все еще нету и мы едем через бесконечную но очень редкую сельскую застройку такими прикольными круглыми хижинками конечно с огромным удовольствием и вернулись обратно в цивилизацию в мир горячей воды и горячей еды ну а нам теперь предстоит 4 часа дороги до йоханнесбурга мы отправляемся в кейптаун этому городу будет посвящена следующая серия подписывайтесь ставьте лайки пока пока а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok